Эта заглушка, а если проще, большой кран пролежала под землей на улице Тархова больше 20 лет. Чтобы избежать крупной аварии, сотрудники водоканала решили ее заменить. Правда, для этого без воды пришлось оставить часть Ленинского и Кировского районов. Для этих работ сегодня в 5 утра мы ограничили холодное водоснабжение потребителей поселка и прилегающих микроэннов Кировского района 1, 9 и 10. Мы надеемся, что до вечера мы справимся с основным этапом работы, это замена непосредственно оборудования. И в вечерние часы начнем заполнять систему водой и к утру выйдем на штатный режим подачи холодной воды. Поменять старый агрегат оказалось не так-то просто. Новая заглушка меньше по размеру. Несколько часов рабочие потратили на то, чтобы приварить к ней кусок трубы. Давай это, второй кабель. Вторую задвижку меняли в квартале от первой. Здесь тоже не обошлось без происшествий. Для того, чтобы добраться до заглушки, рассказывает слесарь Юрий Пчелинцев, рабочим пришлось подкопать землю под чьим-то гаражом. По месту приезда хотели производить работу, а тут стоит гараж. Мешает? Ну, мы справились, как видите. То есть ничего страшного? Ну, я думаю, что нету. Самое дело настойчивость и все. Сегодня в зону отключения попали 110 жилых домов города. На сутки без холодной воды остался шестой квартал, поселок Солнечный и район Молочки. Точно такие же работы будут проводить и завтра. Достанется саратовцам, которые живут в районе улицы Вишневой, Второй дачной и торгового центра. Сезон подготовки водопроводных сетей только начинается. По словам сотрудников водоканала, такие плановые работы будут проводить все лето. Поэтому жители города просят набраться терпения и запастись бутилированной водой. Роман Базан, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив. Роман Базан, Алексей Чудин. Новости.